Варианты. Как оформить дарственную. Пошаговая инструкция от профессиональных риелтеров «Дарение» считается одним из самых надежных и экономичных способов передать принадлежащую дарителю часть жилья другому лицу. Есть еще вариант «Наследство», но он не очень надежен, поскольку завещание можно оспорить. Кроме того, все необходимые действия производит даритель, а даряемый может ничего не предпринимать для получения жилплощади. В этой статье мы расскажем, какими нормативными документами регулируется дарение части недвижимого имущества и как ее правильно провести. Варианты. Как оформить дарственную. Регулирование процедуры дарения происходит согласно статьям Гражданского кодекса РФ. В нем предлагаются следующие варианты. Владелец оформляет дарственную на принадлежащую ему долю в жилье, описываемую дробью, например, 1-2. Конкретное местоположение этой части жилплощади не указывается, а даряемый просто становится одним из владельцев жилья, как и прочие собственники. В другом варианте оформление дарственной производится на одну из комнат, которая составляет некую долю в общей площади жилья. При этом одаряемый имеет право наравне с прочими владельцами пользоваться помещениями общего назначения, коридором с амузлом и тому подобное, кто имеет право дарить. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Собственно, вопрос следует ставить иначе. Кто из собственников не имеет права оформлять дарственную? Согласно действующему законодательству выделяются две группы таких лиц, не достигшие совершеннолетия и лишенные дееспособности граждане. Опекуны первой группы. Все эти лица могут выступать только в роли принимающих дар. Стоит отметить, что когда ребенок достигает совершеннолетия, он получает право распоряжаться своей долей в недвижимости наравне с другими собственниками. Пошаговая инструкция. Первым этапом становится составление договора, который оформляется письменно и заверяется у нотариуса. В идеале для составления договора лучше тоже обратиться к юристу, чтобы документ был составлен по всем правилам и учитывал мельчайшие нюансы и обстоятельства. В договоре обязательно прописываются паспортные данные обеих сторон, того, кто дарит, и того, кому дарит. Дата и место, где составлен документ. Характеристики доли в недвижимости, адрес, площадь и прочее. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Условия, при которых дарственное будет исполнено, иногда это могут быть события, которые должны наступить в будущем, например, одаряемый окончит школу. Права, обязанности и ответственность обеих сторон. Сведения и паспортные данные всех лиц, кто зарегистрирован на данной жилплощади. Реквизиты правоустанавливающих документов. Второй важный пункт – это регистрация перехода права собственности в Росреестре. Данное действие обязательно для любых сделок с недвижимостью и закреплено в статье 131 ГК РФ. Чтобы осуществить регистрацию права собственности, необходимо предоставить в Росреестр следующий пакет документов. Договор дарения. Заявление на переход права собственности, написанное в государственном бланке. Заявление на регистрацию права собственности. Паспорта обеих сторон сделки. Квитанцию, которая подтверждает оплату государственной пошлины. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Документы на квартиру, подтверждающие права собственника на долю в ней. Прочие документы, которые в конкретной ситуации могут потребоваться. Государственная пошлина оплачивается обычно тем, кто получает недвижимость в дар, но по взаимной договоренности ее может уплатить и даритель. После того, как все документы предоставлены, соответствующие записи будут внесены в йогрн, и одаряемый получит свидетельство о праве собственности на долю в недвижимости. Некоторые особенности. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. С учетом внутрисемейных отношений, дарение обычно считается самым экономически выгодным способом передачи недвижимости. Близкое родство обеих сторон выступает в качестве аргумента для того, чтобы не облагать имущество налогами. Близкими родственниками согласно закону считаются муж и жена, дети и родители, бабушки и дедушки с внуками, родные и сводные сестры и братья. Иные родственные связи не входят в перечень близких, и сделка облагается налогом. Стоит помнить, что дарение осуществляется только при жизни собственника. При необходимости дарственную можно отозвать, на это дарителю дается год. Весомыми основаниями для такой процедуры становятся преступление, совершенное одаряемым против дарителя и его близких. Давление или обман со стороны одаряемого, повлекшее за собой сделку. Ненадлежащее обращение нового собственника с полученной недвижимостью, которое может привести к непоправимой порче или потере. Юристы агентства недвижимости Владис помогут составить договор дарения и оформить процедуру, подготовить документ и зарегистрировать их в Росреестре. С нашей помощью вы без труда справитесь со сложностями бюрократии. Звоните. Мы будем рады помочь вам. Этот выпуск был создан по материалам Дзен-канала Риэлтерские технологии. Ссылка в описании ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok